В эфире дневной выпуск программы «Местное время» в студии Ирины Шавлюк. Здравствуйте! И главное сегодня. Преступление и наказание. 12 лет тюрьмы может получить водитель, насмерть сбивший ребенка в Усть-Куте. Потерял сознание за рулем. Автобус с пассажирами протаранил 6 автомобилей. Все живы. Вирусы отступили, но ненадолго. Зафиксировано снижение заболеваемости, но врачи прогнозируют вторую волну. И снова поражение. Пятый матч подряд. Оранжевая дружина уступает соперникам. Начнем с происшествий. Житель Усть-Кута ответит за гибель 11-летнего мальчика. Трагедия произошла в июне этого года в поселке Заярного. Управляя автомобилем, Ниссан Датсон в состоянии сильного алкогольного опьянения. 43-летний мужчина совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, когда они шли по обочине. Один из детей погиб. Следователи передали дело в суд. Обвиняемому грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы. Крупное ДТП произошло накануне вечером в областном центре. 27-летний водитель автобуса, следовавшего по 80 маршруту, не справился с управлением и протаранил 6 припаркованных автомобилей. На момент аварии в салоне общественного транспорта находились пассажиры. По информации ГИБДД, никто из них не пострадал. К счастью, машины, оказавшиеся на пути автобуса, были пусты. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водителю стало плохо. Продолжаем выпуск. Четырех ангарчан обвиняют в незаконной охоте. Полицейские в ходе рейда задержали браконьеров вблизи поселков Октябрьский и Раздолье. У подозреваемых изъяли оружие, а также туши убитых животных, трех косуль и оленя. Сейчас сотрудники проводят доследственную проверку. За незаконную охоту предусмотрено наказание до пяти лет, лишение свободы и штраф в миллион рублей. Полицейский из Ангарска Олег Демидов вошел в пятерку лучших по итогам первого этапа конкурса «Народный участковый». В органах оперативник работает с 2010 года и отвечает за порядок в 93-м квартале. По результатам голосования Олег Демидов занял четвертое место. На победу также претендуют его коллеги из Братского, Боханского и Херид-Булагатского районов. Чтобы перейти на следующий всероссийский этап конкурса, ангарчанину нужно набрать наибольшее количество голосов. Лайки можно поставить на сайте 38.mvd.rf до 16 октября. Заболеваемость ОРВИ пошла на спад. За неделю ангарские врачи зарегистрировали около 1800 новых обращений от пациентов. Это почти на четверть меньше, чем в конце сентября. Снижение Роспотребнадзор фиксируют и в целом по области. Одновременно в Приангаре продолжается вакцинация. Региональный Минздрав запланировал привить как минимум половину населения. Но пока кампания проходит неактивно. К примеру, в Ангарске за почти полтора месяца привито 24 тысячи человека. Это меньше 15% взрослого населения округа. Среди детей показатели чуть лучше. Вакцину ввели 13 тысячам юных ангарчан. Или каждому четвертому ребенку. И продолжаем тему здравоохранения. В понедельник в областном центре у стадиона труд выстроился автопоезд здоровья. Так организаторы назвали выставку передвижных медицинских комплексов. Она приурочена к ежегодному региональному форуму СИП здравоохранения. Медицинская техника в течение недели будет принимать пациентов. Посетителям доступны такие услуги, как флюорография, экспресс-тесты на глюкозу, ВИЧ и УЗИ. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться по теме ЗОЖ, узнать секреты гимнастики Цигун и скандинавской ходьбы. А также поставить прививку от гриппа. В Ангарске стартовала осенняя призывная кампания. Медицинскую комиссию прошли уже около 200 человек. Больше половины из них признаны либо негодными к службе, либо имеют ограничения по здоровью. А тем временем призвать в ряды российской армии должны 195 новобранцев. Найдется ли столько здоровых молодых парней в Ангарске, расскажем в сюжете. Ангарчане торопятся отдать долг родине. Призывная кампания стартовала всего неделю назад. А военный комиссариат уже оккупировали желающие попасть в ряды российской армии. Идут даже те, кто еще не получал повестки, рассказывает военный комиссар Вячеслав Петря. Перед Ангарском в осенний призыв стоит задача подготовить как минимум 195 человек. 170 на сегодняшний день уже прошли медицинскую комиссию. Часть ребят признаны негодными к прохождению военной службы или отправлены на дополнительное медицинское обследование. Родине нужны здоровые солдаты, а таких с каждым годом становится только меньше. В основном, я так скажу, что среднее. Вот за весну у нас показатель годности это категория А и Б, это 53,3%. Это очень низкий показатель. Не знаю, как будет осенью, но скорее всего то же самое будет, потому что больных очень много. Очень много, если мы раньше с АСМой призывали, то теперь мы с браке АНСМой вообще не призываем. 52-я статья, кроме категории В, ничего не предусматривает. Так что идет немножко, чуть рост заболеваемости. Несмотря на то, что сознательных парней становится больше, у клонистов все равно хватает. А меры наказания за нежелание служить в армии с каждым годом ужесточаются. Чаще всего суд назначает штраф, но есть и более радикальная мера. Уголовная ответственность. На двух человек по весенней кампании направлены материалы в суд. Материалы следственный комитет уже отработаны и направляются в суд. По осенней кампании прошлого года у нас шесть человек осуждены за уклонение. Но все осуждены штрафом, начиная от 7 до 15 тысяч. Почти 200 призывников осенней кампании отправятся служить в военные гарнизоны от Калининграда до Владивостока. В ангарских частях на этот раз служить не оставят никого. Около 10 человек попадут в элитные войска. Эти места преимущественно достаются выпускникам патриотических школ. Большая часть пойдет служить в Министерство обороны. Сухопутные войска, войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска. Во все рода и виды вооруженных сил. В процентном отношении это получится в пределах 88%. Определенная часть пойдет служить в национальную гвардию, войска национальной гвардии, которая дислоцируется в Московской области. Часть дислоцируется в Самарской области. Первая отправка призывников состоится 21 октября. По традиции она пройдет в торжественной обстановке у памятника воинам-победителям-первостроителям Ангарска. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Местное время. Морокурга Сергей Петров проверил, как проходит благоустройство поселка Мегет. Сейчас отдаленная территория заметно преображается. Подрядчики восстанавливают дороги и монтируют уличное освещение. Обо всем подробнее в сюжете далее. За четыре года накопились многочисленные нарекания от автолюбителей по качеству федеральной дороги, проходящей через Мегет. Сейчас здесь кипит работа. Общая протяженность дорожного полотна, который отремонтируют в этом году, 3,5 километра. Справляется ли подрядчик? Мэр округа Сергей Петров проверил лично. Дороги выполняются в два слоя. То есть, местами у нас идет грунтозамещение. Первый постелающий слой у нас порядка 6-8 сантиметров. И финишный слой дорожного полотна порядка 8 сантиметров. Перепад высот у нас дорожное полотно от 11 сантиметров и выше. По словам руководителя подрядной организации, процесс выполнен на 70%. В ближайшее время строители приступят к нанесению разметки и установке дорожных знаков. Также будут оборудованы пять остановочных павильонов. На какой стадии выходитесь в части исполнения контракта? «Исполнение контракта выполнено в полном объеме. Уже полностью подписано, все закрыто. Расчеты провели. Расчеты. Уже все подписано, деньги в перечисление. Вопросов нет, да, все работает». На 40 улицах Мегета сегодня по ночам светло, как днем. На выездном совещании подрядчики доложили мэру округа, что за время ремонта было смонтировано 18 километров линии наружного освещения. Установлено 57 опор. До конца года в Мегете планируется дать свет еще на 10 улицах поселка. «Не только сам Мегет, но и по ЗУ идет, работы идут по освещению по отдаленным территориям. Ну и дорожное строительство тоже. Так же, как и Вангарск, в Мегет пришли рекордные ресурсы на дорожное строительство. И практически реконструирована дорога подъездная от Шарон до Мегета, 3,5 километра». Стоимость выполненных работ свыше 58 миллионов рублей. Это рекордная сумма, потраченная на благоустройство отдаленной территории. Мария Константинова, Алексей Выборов. Местное время. Ангарский завод по производству автоклавного газобетона выпустил миллионный кубометр продукции. Предприятие «Заостройкомплекс» широко известно более чем в 40 городах страны от Сибири до Дальнего Востока, а также и на зарубежных рынках. Ангарским газобетоном также выстроены тысячи частных домов, десятки высотных зданий и социально значимых объектов в округе. На торжественной церемонии выпуска побывала моя коллега Мария Константинова. Выпуск миллионного кубометра автоклавного газобетона для строителей Ангарска – это значимое достижение. Если оглянуться назад, почти 10 лет прошло с запуска производства. Тогда 120 человек получили рабочие места. Сегодня предприятие «Заостройкомплекса» успешно развивается, а его продукция высоко востребована на рынке стройиндустрии. Хорошо реализованная идея, хорошо сделанное дело. Действительно, в 2008 году мы в Германии подписывали контракт на поставку оборудования. И вот с этой даты, с апреля, проект вошел в стадию реализации. И сегодня молодые ребята, в общем-то, работают на заводе. Мы видим, молодежь практически вся профессионально, с интересом к своему делу относятся. И вот то качество продукта, который вошел в 100 лучших товаров России – это же индикатор. Действительно, сегодня один из флагманов стройиндустрии. Предприятие сегодня – это современное технологическое производство, которое выпускает высококачественный продукт. Автоклавный газобетон ангарского производства – это прочность и идеальная геометрия. Мощность завода – 200 тысяч кубических метров высококачественного материала, которого хватит на полмиллиона квадратных метров готового жилья. Я непосредственно заведую приготовлением смеси, что потом из чего получается блок прирезки. То есть, я так сказать, начальное звено производства газобетона. За процессом необходимо следить постоянно. Производство не прерывается ни на секунду. В 2018 году ангарский автоклавный газобетон получил оценку качества всероссийского уровня. Продукция вошла в рейтинг 100 лучших товаров России. Нужно отметить еще, что технология завода, которая используется у нас, она, ну, насколько я знаю, это единственное в России предприятие, которое использует золотошлаковую смесь в качестве кремензиевского компонента. Поэтому мы этим гордимся. И мы первые в России, кто это внедрил и успешно внедрил. Потому что миллионный куб – это, скажем так, результат этой деятельности. Строительство – это та отрасль, которая является важным показателем благополучия и экономической стабильности территории. Завод широко известен за пределами округа. Его продукция востребована в 40 городах Сибири и Дальнего Востока, а также за рубежом. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. И к новостям спорта. Пятое подряд поражение. К сожалению, потерпел хоккейный клуб «Ермак». Накануне вечером в очередном матче чемпионата ВХЛ ангарчане скрестили клюшки с клубом «Хумо» в Ташкенте. Первые два периода подопечные Дмитрия Карамаренко провели в сухую, отражая многочисленные атаки соперника. Дважды хозяева оказались точны. Разгромным для ангарской дружины оказался третий период. В ворота голкипера «Оранжевых» влетело еще три шайбы. Гол престижа «Ермак» все же сумел реализовать. Шайбу забросил Артем Воробьев. Следующую игру «Ермак» проведет на своем поле. Соперником станет «Пензенский дизель». И таковы новости к этому часу. Подробную информационную картину дня покажем в вечернем выпуске новостей. Не пропустите.